Дорогие друзья, здравствуйте! Трейлерные сорта фиалок. В последнее время именно эта разновидность фиалок пользуется огромной популярностью. И это неудивительно. Увидев однажды вот такой вот огромный пушистый цветущий кустик не то фиалки, не то дерева, пройти мимо уже сложно. Обязательно хочется прикупить листик, а еще лучше пасынок, и пробовать выращивать такую же красоту уже своими руками в своих условиях. Как правило, новички, когда приобретают посадочный материал трейлером их сортов, они не задаются вопросом, как правильно выращивать фиалки трейлера. Вопросы уже возникают потом, когда вот это уже все растет, когда что-то не получается, и тогда уже люди начинают искать информацию. Информация о выращивании трейлеров, она противоречивая. Некоторые утверждают, что выращивать трейлеры это очень просто. Они растут сами по себе, постоянно цветут. В общем-то, это такие фиалки, которые не требуют танцев с бубнами. Другие же наоборот утверждают, рассказывают, показывают о том, что выращивать трейлерные сорта фиалок это какая-то особенная наука, и с этой наукой не каждый справится. Как же на самом деле выращивать трейлеры? Сложно или просто? Девочки и мальчики, просто. Агротехника выращивания трейлерных сортов фиалок, она по сути ничем не отличается от выращивания розеточных фиалок. Грунт, полив, освещение, удобрение, температура. Все совершенно одинаково. Единственная разница это выбор размера горшка. Трейлеры можно выращивать в огромных тазах, даже мини. Да, трейлеры тоже бывают мини, полумини и стандарты. Различие идет по размеру листовой пластины. Маленький лист это мини, средний лист это полумини, ну и крупный лист это стандарт. Так вот даже мини трейлеры можно выращивать в больших кашпо. Все зависит от вашего желания. Также пугает многих новичков слово формировать трейлер. Вот наверное в этом вот формировании в принципе и заключается вся сложность. Но это тоже все просто. Трейлеры, да, их формируют, их нужно формировать. Но не бойтесь этого слова. Ведь по сути даже розеточные фиалки мы тоже формируем. Чтобы вырастить красивую ровную розетку, мы тоже эту розетку формируем. Зачищаем ненужные пасынки, удаляем ненужные листья, которые растут как-то не так, да. В общем-то, так же и трейлеры. Формирование это удаление ненужных листьев, зачистка ненужных пасынков. И собственно говоря все. Так же формируется кустик. Кустик формируется, есть три способа. Самый первый простой способ, это выращивание нескольких розеток в одном кашпо. То есть, я вам уже об этом рассказывала, да. Не буду повторяться. Второй способ формирования, это укладывание вытянувшегося побега стебля на поверхность грунта. Пришпиливаем его. Вот у меня трейлолонг. У меня было большое растение, которое изрослось, стебли вытянулись. Я, значит, достала из горшочка вот то все вытянутое. Сделала пересадку в кашпо. Ну, кашпо это у меня вот такая вот тарелка. Высадила в центр. Разложила эти стебли. Ненужные отрезала, а нужные разложила. Вот один, второй, третий, четвертый. И пришпилила. Вот такими вот штуцками пришпиливала. Грунтом присыпала. Вот это тоже формирование. То есть, тут на одном корню растет пять основных голов. Четыре вот здесь и одна вот она, посерединке. Вот это все одновременно зацветет. Когда отцветет, я сделаю, скорее всего, точно так же все. А может быть по-другому. Там уже посмотрим. Вот. Насколько израстется растение. Ну, то есть, вот так вот. Не забываем, что это... Я вот рассказала, да, уложить, что у меня было там старое растение, которое я достала и пересадила. Когда я доставала свое старое растение, я... Там, естественно, были корни плохие, да, которые уже испортились. То есть, я эти корни все снимала плохие. Я держала вот эту всю красоту будущую в тепличке после пересадки. То есть, это не просто, что у вас растение изрослось, вы его достали и пересадили вот в такую тарелку. Нет. Там нужно еще пересадить, дождаться, пока это все в рост пойдет, и потом только уже начинать что-то там пришпиливать и формировать. Вообще, основное отличие фиалки трейлера от розеточной фиалки, это то, что трейлеры активно пасынкуются и вытягивают стволики. Так вот, есть такие трейлеры, которые не пасынкуются, растут как обычные фиалки. Чтобы сформировать куст такого сорта, нужно либо высадить несколько голов в одно кашпо и выращивать с полянкой, либо же прищепнуть у одного растения точку роста, дождаться, когда появятся пасынки, оставить нужные пасынки и выращивать на одном корне несколько голов. Значит, вот так я поступила с рандитой трейл своей. Этот софт у меня же в коллекции очень давно. Всегда я выращивала этот трейлер в одну голову, а тут вдруг решила вырастить в несколько голов. Но у меня не было три одинаковых детки, чтобы высадить в одно кашпо, поэтому я прищепнула точку роста. Я, кстати, на Яндекс.Дзен писала статью. Там, правда, статья была не по поводу формирования трейлера, а по поводу того, почему портат солистики у фиалочек. Но вот как раз это была рандита трейл. Я там наглядно показывала, что я делала. Я сначала старое растение опять же пересадила с удалением корневой системы, которая уже сгнила, пропала. Я дала растению адаптироваться, опуститься в рост, и только потом я срезала верхушку. Я оставила, у меня было здесь, по-моему, пять пасынков. Я оставила, ну, пока четыре. Вот. С этой стороны, с этой стороны, и с этой стороны. Тут есть еще один пасынок под низом, но его очень сложно достать. вот. Возможно, когда подрастет, я его просто сниму и укореню отдельным разом. Это трейлер тоже. Вот это, вот что цветет, это верхушка. Вот она вот тут такая вот, скукоженная, вся эта верхушка. По бокам пасынки. Они растут сами по себе. То есть, вот тут вот, это естественный рост вот этого куста. Я тут ничего не прищипывала. Просто так получилось, что вот эти все пасынки, как-то они одновременно начали расти. И боковые пасынки, они просто задавливают центральную голову. Как ведет теперь себя вот эта центральная голова, верхушка, оказавшись зажатой? Она вот такая вот вся скукоженная. Ей расправиться некуда. И, в общем-то, вот это не дело. Поэтому в таких случаях, вот ее нужно сейчас срезать. А вот эти уже боковые пасынки, они будут формировать будущий кустик. И так как они растут одновременно, они одновременно из-за цвета кудрявый хмель. Вот здесь растение в несколько голов, но все эти головы на одном корне. То есть, у меня было примерно вот такое же поведение вот этого кустика. И я рубанула, срезала верхушку, а вот эти все пасынки, у меня пошли в рост одновременно, и они одновременно зацвели. Так, что-то у меня со священными. Вот. И получился вот такой вот букетик цветоносов, которые возвышаются над розеточкой. Не спадают вниз каскадом, а вот так вот букетиком таким вот держатся. Цветоносы у трейлеров всегда длинные, высокие. Вот. Если куст рыхлый, они будут вниз не спадать. Если куст плотный, облиственный, они будут вот так вот держаться, вот таким вот, в такой вот, таким букетиком. Вашивая трейлеры, вы должны быть готовы к тому, что, когда вы высаживаете, хоть в одну голову, хоть в несколько голов, ну, то есть поляной выращиваете, верхняя часть, она по-любому будет быстрее стартовать и быстрее зацветать. Вот. Когда вот эта верхняя часть, верхние вот эти побеги, верхушки, вот у меня их в данном случае здесь три, отцветут, их срезают. Вот. Это тоже вот один из вид формирования в процессе роста. То есть растение изрослось, отцвело. Пасынки вот тут, вот их там вот полно, пасынка. Вот эти молодые пасынки, они пойдут заменой. То есть вот это срезается, укореняется отдельно, а вот эти пасынки заменяют вот эту верхушку. И здесь тоже, когда эти пасынки вырастут, они не просто заменят вот эту верхнюю цветущую часть, а они сделают куст более пышным и еще больше, более обильно цветущим. Вот. Так что, вот так вот. Либо формируем, когда срезаем голову, либо же, когда растение израстается. Так, ну, на сегодня, наверное, достаточно уже. И так много рассказала, видео получилось объемным таким. Значит, хочу показать вам еще вот такой вот куст. Это сорт 23 река Енисей. Детку высаживала, ну, такую подрощенную детку в огромное кашпо. Здесь 26 сантиметров диаметр кашпо. Вот она растет и уже начинает зацветать кустик. Вот это я как раз вам хочу показать, чтобы вы видели, да, насколько трейлеры живучие. Вот если вы садите обычную розеточную фиалку в такой огромный горшочек деткой, она пропадет. С огромной долей вероятности она пропадет. А трейлер не пропал. Он, наоборот, вырос. Он уже, вот, размах куста в диаметр розетки. То есть, в 26, почти 26 сантиметров размах розетки. И при всем при этом зацветает. Вот так могут расти быстро только трейлеры. Так что, не нужно их бояться. Прекращайте вот эти все страхи и у вас все получится. Так, на этом, мои дорогие, всем всего хорошего, мира, добра и благополучия. Субтитры сделал DimaTorzok